Сотрудники уголовного розыска Владивостока провели успешную операцию по поимке телефонных мошенников. В полицию Владивостока поступило 9 сообщений от граждан преклонного возраста о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Потерпевшие рассказывали о том, что им на домашний телефон поступали звонки от неизвестных людей. Звонившие сообщали, что родственники пенсионеров стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в результате чего пострадали люди. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они предлагали помочь избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение. Опасаясь за близких людей, пенсионеры соглашались со всеми условиями, лишь бы помочь родственникам. После этого к ним домой приходил мужчина, которому потерпевшие передавали деньги. Таким образом, за неделю злоумышленникам удалось получить от пенсионеров свыше 2 миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых – 24-летнего уроженца Петропавловска-Камчатского и 31-летнего приезжего из Горно-Алтайска. В столице Дальневосточного округа они сняли жилье и начали свою противоправную деятельность. Приезжали домой к обманутым сообщниками старикам и забирали все их накопления. К 84-летней жительнице Владивостока преступники приехали за один день три раза. Убеждая потерпевшую в том, что нужно помочь племяннице, они похитили более полумиллиона рублей. «Следователям следственной части следственного управления, управлением ВД России по городу Владивостоку, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 4-й статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет». Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Полиция Владивостока призывает граждан пострадавших от действий подозреваемых обратиться по телефону 8-423-249-00-04-02-102. Олег Завиалов, Новости на Восьмом.